Суть такая, что в 1939 году, когда еще Литва было независимое государство, а вот Польша была уже оккупирована нациями, это с начала 1 сентября, японские власти заявили, что Япония и Литва хочут поменяться консулатами. И они вот здесь прислали Чиунису Гигара, который был как дипломат, но он был политический аналитик. Ну, короче, он был шпион. Японский шпион. Он, значит, присмотрел здесь, как-то построил дом, был новый, и он здесь снял на аренду этот весь дом. Он жил наверху, там весь этот этаж был наверху для семьи, а здесь он имел консулат. Ну, значит, он начал работать, он, как вспоминает его жена Юкико, он очень любил по субботам и воскресеньям с семьей ездить около стены Литвы и не Польши уже, а Германии. Границы. Границы, да. И он, значит, оставлял семью на пикнике, а он сам с фотокамерой ходил и делал, посматривал, и всю эту информацию посылал своим властям. Вот, ближался другой и другой год, 3090-40 год, 15 июня приходит здесь Совет, значит, и закрывает все консулаты. Но до того, я хотел сказать, что до того, значит, поскольку Польша была оккупирована, очень много польских евреев начали переезжать здесь. С семьями и группами, поскольку в комнате в бизнесе было очень много родственников. Ну, и здесь была независимая страна, но им было здесь хорошо в то время. Поскольку времена Святоны, нашего президента, евреям здесь было хорошо жить. Ну, все, все они здесь хорошо жили и делали бизнес, и толерантность, все это было нормально. Ну, значит, они здесь приехали, убежали из нации, где-то около 10-10 тысяч беженцев, или чуть-чуть побольше. Но когда пришли здесь Советы, они закрыли все консулаты, ну, власть поменяли, значит, все закрыли, и все, и эти беженцы, они здесь уже увидели, что здесь им тоже плохо, опасность. Потому что одна паса, от Советых тоже другая, поскольку, когда была первая депортация в 1940 году Советских властей, они депортировали не только литовцев, но и евреев, которые жили отнюдь здесь, в Литве. Сначала это были богатые семьи, но и, конечно, там, члены организации сионистов и других закрыли все газеты, там, поедешь, и периоды тоже были. Значит, и где-то пятая доля всех депортированных была евреями. Ну, они поняли, что здесь, где им будет трудно жить. И они начали искать дорогу, как покинуть этот уголок. Значит, западная Германия была, все, отключена. Было только один путь через весь Советский Союз, Россию, через Сибирь, на Владивосток и потом на Японию. Евреи тоже в Японию? Так они только евреи. То есть, это только евреи. Я говорю только в евреях. Эти беженцы из Польши, это было 98% евреев. Но они сели в Японию или? Ну, еще до этого не зашли. А, не так, не зашли. Я долго не говорю. Ну, значит, они, значит, сперва, все началось с двух студентов, которые учились в Тельщае в Яшире. Они были голландцы, и они пришли к консулу Яну Цвартенбейку, к голландскому консулу, и попросили, ну, помочь. Как-нибудь, что они голландцы и отголландцы. Но вся Голландия была уже оккупирована. А власть, значит, была в экзиле в Лондоне. Ну, поскольку Ян Цвартенбейк здесь еще имел 4 недели жить и работать, он со своими двумя коллегами, один резонировал в Сокгольме, другой в Риге, они создали такой план, что, мол, даем визу на остров Курасау. Курасау принадлежит и теперь нидерландской колонии, и они как это все сделали легально. И они выдали визу на остров Курасау, но чтобы выдал этот, ну, фиктивный документ. А эти парни, студенты, они очень скоро поняли, что одна дорога на Курасау будет через Японию. Но этот остров Курасау так далеко, там, на Каримские острова, там, знаете, там, чуть-чуть, знаете ли я, Курасау? Конечно, да. Так они поняли, что если они попадут в Японию, это будет уже, ну, рай. И они пришли к Сугигаре и разъяснили свои проблемы, и вот получили методизы. Визы транзитные были. Это было где-то начало июля, и потом, значит, эта новость очень скоро попозла на другие люди. И они начали, значит, идти к Сварцендейку, чтобы, мол, всех получили. Всех. И потом пришли к Сугигаре. А Сугигаре, это было где-то первые недели, вот, середина июля, и это было, ну, немного людей. Но поскольку эта новость шла очень скоро, так где-то за две недели у него уже толпа здесь была. Была такая, ну, здесь не могли они войти в консулат, поскольку забор такой был. И они все там ждали на улице. И это очень редко было до лестницы там, очень длинная. И Сугигара, ну, он увидел проблему, начал телеграфировать своим властям в Японии, что, мол, вот такая вещь случилась, и он должен выйти очень много виз. А это число было где-то пятьдесят виз в месяц только. Квота. Квота, да, квота. И, значит, его власти в Японии, они, ну, как и не разрешили ему выдать столько виз. Есть. И сперва не было никакого ответа из Японии, он там ждал три дня или три раза он телеграфировал, поскольку в это время в Японии менялась власть, там была перемена. И это было время очень ему плохое, чтобы разъяснить ситуацию с визами. Но поскольку он, значит, не получил три дня ответ на вопрос, он принял это на себя, все. И он начал эти выдавать визы, оформлять, и это было, ну, сперва там пятьдесят виз в день, потом там сто виз в день, он работал с восьми или семи до полуночи там. Ну, и он имел тоже два ассистента. Один ассистент был местный немец, Вольф Гамбуче, а другой был поляк. Этот поляк принадлежил тогда в секретной армии Польши. Он был, ну, как агент. И он все это понял, всю эту атмосферу он хорошо понимал, и тоже Вольф Гамбуче он тоже все это видел. И как его спросили беженцы, как он немец, помогает евреям. Так он ответил, что вот сегодня Гитлер наверху, да, а вот что будет завтра, никто не знает. Вот такой был ответ его. Ну, и Сунгигара выдавал эти визы без, как сказать, без согласия своих боссов в Японии. И он работал здесь, сколько он мог, до 26-го, 7-го августа 40-го года, поскольку советские власти как-то продлили ему время на один месяц. Ну, он был очень хороший дипломат, он имел очень хорошие связи с другими консулатами и амбассадами. И с российским тоже, советской, значит, амбассадой. И историки думают, что поскольку он был очень такой, ну, человек, который имел очень хорошие связи, он смог продлить свою жизнь здесь и работу. Но поскольку, значит, закрыли консулат в конце августа, он еще несколько дней жил в Метрополис, он выдавал визы в Метрополисе тоже. Там есть, значит, как вот вход и такое лобби большое. Так он, поставили ему там небольшой стульчик, стул, и он там выдавал последние визы. И вот у нас есть списки по алфабету и по номерам. И заканчивается где-то 26-го августа. И потом уже нет этот список, поскольку он выдавал уже эти визы, ну, без числа, без ничего. И последние визы он выдавал даже в вокзале, где он, значит, ждал поезда. Это было 1-го или 2-го сентября. И он вот тогда поехал в Берлин. Два дня был в Берлине. Этот вот мальчик, который родился в Каунисе здесь в 40-м году. Это она и для 3-го рода в Берлине. Фил на Алифоне. Это портрогу, господинка, господинка. И после Берлина, значит, его... Паслали в Чехословакию, потом после Чехословакии в Кенигсберг и после Кенигсберг в Румунию. Это, вот, в Украине. Паследнее место работа Садигарой в 24-м году. Потом его советские власти посадили в Берлине в Японию. Вот такая короткая история о Садигаре здесь в Каунасе. И записала жена Югипа мемуары. И там есть, что они очень боялись, поскольку если вы узнали нации об этом, то им было очень плохо. А у них уже добрый был Японий, они нападили с... Да, да, да. То есть они союзники были. Альянсы, как союзы. Союзники были. Япония, Германия, и дамы. То есть они как-то, как-то, как они объявили войну. Да, да, да. Вот здесь есть вот фото такая. Вот здесь он сидит с двумя коллегами, наверное, это жена его, это Чиюня Сугигара, Юкико Сугигара, вот сидит, обедает. Потом здесь фото есть в Праге, доска на парке, значит, по-немецки это не разрешено для жидов, а по-чесски написано разрешено, поскольку две буквы они замалевали, и немцы не понимали по-чесски, как черный гумов, знаете. Ну и потом, после войны, маленький Леукемий у него был, семь лет столько, извините. Как он учился русский язык, он очень общался с русскоязычной публикой. И он выучил три такие вещи, что никогда крест другого, ну я не могу цитировать, надо взять на себя, никогда не давать свой крест другому нести. И третье, чтобы никогда не хвастаться, что сделал в жизни хорошего, вот так. Так вот, по этим вот трем правилам он как-то вот и жил. Ну уже имея достоинство «righteous among the nations» по-английски, это как, ну, Яд Башем дает людям, которые спасли евреев, они дают такой титул. Яд Башем дает людям, которые спасли евреев, они дают такую татуировку, которые спасли евреев, они дают такую татуировку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!